Девушка звонит парню и говорит, Паша, а у меня папа завтра на рыбалку на два дня уезжает, приезжая ко мне с ночевкой. Тот подумал и отвечает, ух ты, круто, а попроси папу, чтобы он нас с собой взял. Два рыбака, один рассказывает, я вчера поймал рыбу, как моя рука, второй начал кричать в ответ, че ты врешь, рыбы не волосатые. Отец с сыном в ванной, чистят зубы перед сном. Сын смотрит на отца в зеркало внимательно и грустно. Отец спрашивает его взглядом, мол, что случилось. Сын уточняет, пап, а правда, что мужчины раньше женщин умирают. Отец подумал и отвечает, ну в общем, да, по статистике. Сын продолжает, значит, ты умрешь раньше мамы. Отец удивленно отвечает, не исключено. Сын поворачивается к отцу, очень проникновенно посмотрел в глаза, потом добавляет, пап, научи, пожалуйста, маму закачивать игрушки на телефон. Собрались как-то три коллеги, посидели, приняли как водится, потом добавили, потом еще. Потянуло на откровение. Один говорит, вы знаете, а я вообще-то частенько имею жену нашего босса, только никому. Другой грустно признается, а я вообще-то голубой. Хоть об этом никто и не догадывается, только никому-никому. А третий мнется, но я даже не знаю, как вам об этом сказать. Те двое, давай-давай, здесь все свои, чего там. Третий продолжает, да видите ли, дело в том, что я абсолютно не могу хранить секреты. Белочка спрашивает ежика. Ежик, ты ягоды любишь? Ежик кивает. Люблю. Белочка уточняет. А яблоки любишь? Ежик отвечает. Нет, они с дерева больно падают. Потом подумал и добавляет. А про кокосы лучше не спрашивай, просто ненавижу. Мужик приносит заявление в полицию, что его обокрали. Рассказывает полицейскому. Своровали, товарищ лейтенант, 37 вещей. Полицейский недоуменно. Вы так точно все посчитали. Мужик продолжает. Ну конечно, старая колода карт и зажигалка. Приходит Вовочка в школу, голова забинтована. Учительница спрашивает. Что случилось? Вовочка отвечает. Моча в голову ударила. Учительница недоуменно. Это как? Вовочка? Да просто ночной горшок в голову прилетел. Учитель химии спрашивает ученика. Если я положу свои часы вот в этот раствор, как ты думаешь, они там растворятся? Ученик отвечает. Нет, учитель. Отлично. А почему? Ученик. Потому что если бы они там растворились, вы их туда бы не положили.